Депутаты Нижней Палаты Парламента приняли решение увеличить минимальный размер заработной платы с 1 января 2023 года. Теперь он будет составлять 16242 рубля в месяц. Увеличение составит 6,3% по сравнению с размером МРОД в 2022 году. Это влечет за собой решение очень важной проблемы, которая называется бедность. Вы знаете, что по разным оценкам у нас сейчас в среде экспертного сообщества есть две цифры. С одной стороны, что за последние три года рост бедных у нас произошел по линии, что было у нас где-то 18 миллионов человек бедных, находящихся за чертой бедности или в пограничном состоянии. А сейчас уже порядка 20 миллионов, 29 миллионов. Другая цифра, она официально базируется на данных финансо-экономических структур правительства, на данных других приближенных государственным структурам Росстата, что у нас снизилось количество бедных до 15 миллионов человек, в том числе и благодаря постоянным повышениям, которые происходили в ковидные времена в условиях специальной военной операции. Однако, по мнению эксперта, цифры, которые обозначают число бедных в стране, реальную ситуацию не отражают. Статистика не всегда объективна. Сам факт повышения будет ориентировать все структуры предпринимательские, которые платят заработную плану, на то, чтобы все-таки простимулировать людей в этой части. Вторая причина заключается в том, что у нас в Конституции Российской Федерации принято в 1993 году, и поправки были в 2020 году по итогам всенародного голосования, названы социальным государством. Однако, мы с вами прекрасно понимаем, что во многом это декларативный такой подход, и реальные практики, государственные практики, они ориентированы на то, чтобы действительно насытить эту декларацию реальным содержанием. Потому что у нас действительно очень острые социальные проблемы. Теперь закон о повышении МРОД должен одобрить Совет Федерации. Затем его может подписать президент. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года. Ну и третья причина, вы же понимаете, что минимальный размер оплаты труда, который сейчас составляет 16 600, я имею в виду, буду составлять с 1 января 2023 года. Это четко взаимоувязано с работой и бизнес-структур, где работают люди, и государственных учреждений. И в этом отношении понятно, что особенно предпринимательские структуры в таких непростых условиях, они стремятся оптимизировать оплату налогов. И первое, на чем это делают, это, ну, скажем, работнику дают часть белой зарплаты и часть зарплаты в конвертах. И в данном случае пытаются экспериментировать на тем, как сделать так, чтобы официально человеку понизить заработную плату. Но, опять же, все это происходит из-за вот этой планки минимального размера оплаты труда. Поэтому экспериментируют по-разному. Некоторых переводят на полставки, некоторых переводят на 0,25 ставки. И в этом отношении, опять же, ориентиры, вот эта планка минимального размера оплаты труда. Очевидно, что минимальный размер оплаты – это скорее ориентир, нежели реальная зарплата. А сколько денег нужно воронежской семье, чтобы чувствовать себя более или менее комфортно? Хотя и представления о комфорте у людей тоже разные. Ну, как правило, это семья из трех-четырех человек. И в данном случае для того, чтобы, с одной стороны, люди приобретали продукты питания, она это уходит иногда от 40 до 30, скажем, процентов всего дохода продукты питания. То есть это фактор выживаемости. Второй момент. Достаточно серьезно у нас в расходах на втором месте стоит оплата жилищно-коммунальных услуг. По Воронежу я могу сказать, что в среднем человек платит за двухкомнатную квартиру где-то порядка 6-7 тысяч. Это достаточно приличная оплата. У тех, у кого не одна квартира и более габаритная, те платят очень и очень много. Поэтому это тоже очень большие расходы. Тем более, что, скажем, с 1 декабря пошло повышение тарифов. Это отразится в ближайшее время. Так что происходит вымывание вот этих доходов. И остается немного средств для того, чтобы человек делал покупки на перспективу. Это бытовые товары, это техника. Я уже не говорю про автомобили и квартиру. Так что в данном случае можем понимать, что 130 тысяч на семью из 3-4 человек это более-менее приемлемое состояние, когда человек не чувствует себя ущербным, не чувствует себя маргиналом. Он живет относительно уверенно. И вот это та планка, к которой мы должны стремиться. Напомним, что в этом году мрот уже увеличивали. С 1 января минимальную зарплату подняли до 13 890 рублей. В июне до 15 279 рублей. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41 канал.